С одной стороны памятник архитектуры регионального значения, с другой памятник безответственному предпринимательству. Попадая сюда, на перекресток Гончарова и Бебеля, складывается ощущение, что вы не оказались в центре Ульяновска, а перенеслись куда-то в далекие 90-е, где бычки, бутылки пустые и мусор вокруг ларьков было привычным делом. Все это в комплексе превращает тихий уголок Ульяновска в действительно колоритное место. Несколько шагов от оживленной центральной улицы Гончарова и вот оно, место притяжения, куда не зарастает народная тропа. Невыносимо стало жить здесь по вечерам. Шум, мусор. Мы-то убираем там, а вот они даже знали, что придут сегодня снимать, и так лежали бутылки, так и лежат. Это почти каждый вечер. Причина столь оживленного трафика на поверхности, точнее на стене дома. Вывеска без стеснения напоминает ульяновцам, что здесь в круглосуточном режиме можно приобрести крепкий алкоголь. Постоянно, но очень несмотря на запрет, в любое время продают спиртные напитки. Выносят неограниченное количество, здесь же распивают, здесь же устраивают общественный туалет. Под окнами дома, у пропирамовой территории просто невозможно проходить мимо. Там постоянная музыка, особенно ночью шум, распитие напитков. Для того, чтобы слова не расходились с делом, в злачный уголок со своими контрольными закупками и проверками нагрянули общественники и сотрудники полиции. Нам на 02 поступило сообщение о том, что в торговых точках на перекрестке Бибели-Гончарова реализуют алкогольные напитки несрешнолетних. Развернуться есть где. Тут и нестационарный торговый объект, в котором продается алкоголь, и магазин напротив, который также не гнушается нарушением законодательства. У него и не спросили ни возраст, ни паспорт, не спросили. Когда я подъехала, я в первую очередь спросила, документ есть? Он говорит, да. Он мне показал паспорт. Я убедилась, что возраст не соответствует. После этого уже зашли в торговый объект. Во время съемки один из торговых объектов был закрыт. Второй вдруг объявил технический перерыв. Но даже такие превентивные меры не помогут нечестным предпринимателям уйти от ответственности. Я знаю, что руководство, то есть индивидуальные предприниматели, мини-маркеты привлекли к административной ответственности. Это не ответственность продавца, в данном случае это уже ответственность принесет индивидуальный предприниматель. И в случае систематических таких вот нарушений, грубейших нарушений законодательства, мы будем требовать, чтобы вывели из схемы НТО и будем требовать, чтобы данный НТО, данный стационарный торговый объект был демонтирован. К магазину напротив, который функционирует в качестве закусочной, могут быть применены меры лицензионного воздействия. Для того, чтобы держать под контролем вопросы контрафактного алкоголя и его продажи несовершеннолетним, в Ульяновске создана рабочая группа при региональном совете безопасности.